Семь золотых из десяти возможных. Триумфом российских вольников в Каспийске завершился международный турнир памяти Али Алиева. Награды на 51-м по счету мемориале пятикратного чемпиона мира оспаривали более 200 спортсменов. За ходом событий среди Курбан Рагимов. Каскад приемов и контратак. Дагестанская дерби за золото в весе до 65 килограммов не оставила равнодушным никого. Абдул Мажид Кудеев и Рамазан Ферзалеев на двоих набрали 21 балл. Более результативным в схватке земляков оказался Кудеев. К слову, этот вчерашний юниор выбил из борьбы призера чемпионата мира из Индии Бажранга Пуния. Я хотел выйти, загнать его и все. Да, я хотел выигрывать. Но я хотел выиграть. Не так хотелось выиграть, что у него травма. До конца отбороться, проверить себя. Победа есть победа. Желаю ему здоровья, чтобы на Олимпиаду остановился он. Бажранг Пуния был далеко не единственной звездой этого Алиевского турнира. За месяц до Олимпиады проверить свои силы на ковер вышел капитан российской сборной Абдул-Рашид Садулаев. Одержав четыре победы, полутяжеловес снялся с финала. Так, на первую ступень педестала поднялся призер игр в Рио-де-Жанейро Магомед Ибрагимов, представляющий Узбекистан. Состав участников Алиевского турнира в этом году впечатляет. Олимпийцы, чемпионы мира и Европы разных лет. Всего 16 команд участниц. Хозяева ковра дагестанцы в числе главных фаворитов. Очередной мемориал пятикратного чемпиона мира Али Алиева собрал чуть более 200 борцов. Иран, Польша, Беларусь, Азербайджан, Германия и страны Азии. У турнира «Богатая история» проводится в 51-й раз. В свое время состязания были трамплином в большой спорт для многих олимпийцев. В том числе и для министра спорта республики Сажида Сажидова. Он пятикратный победитель этого турнира. Для меня лично это было всегда престижно. И мы очень тщательно всегда готовились. И поэтому выступать для наших ребят у себя дома и перед своими. Сегодня, к сожалению, нет тех болельщиков, которые бывали на предыдущих турнирах. В сегодняшней ситуации их было ограничение сделано. Поэтому все равно этот турнир остается класса, высшего класса. Поэтому, я думаю, каждому спортсмену очень престижно здесь выступать. Российские вольники по итогам двух дней выиграли в домашнем турнире семь золотых наград из десяти возможных. Остальные медали высшей пробы отправились одна в Иран и две в Узбекистан. Вторую награду для этой азиатской республики принес также дагестанец Жавраил Шапиев. Воспитанник школы борьбы Каекента стал первым в самой многочисленной категории до 86 килограммов. Это, конечно, первая очередь заслуга моих турниров, с кем я работаю. Это турнир, да, это последний турнир, касаемый Олимпиады, последний старт, который я провел. Следующий старт уже будет Олимпийской игрой еще. Этот раз, если не ошибаюсь, пятый раз, когда мы встречались уже. Пятый раз мы уже встречаемся. То есть, два он выигрывал, два я, и вот сейчас третий, получается, победу я забрал. Победителей турнира ждали денежные премии. Кроме того, Региональная федерация борьбы и Минспорта учредили дополнительные призы для триумфаторов в легких весовых категориях, где в свое время выступал сам Али Алиев.